начинаем начинаем очередной во второго тура вторая она кажется по счету сегодня у нас играют евгений александр и я но темы сейчас узнаем в теме замена буквы там будет что-то типа стежка и загадана два слова разница между которыми всего лишь в одной букве же начинай грузинская убрал последнюю букву из названия одной из самых популярных в мире компьютерных игр головоломок мы получим это разменную монету грузии или нужно разменную валюту называется т3 до иберия название не только грузии в древнем мире так называли еще и эту страну одна из фотографий 78 году эта грузинская шахматистка стала первой женщиной которая присвоила название международного гроссмейстера среди мужчин во вчерашней игре сразу по фотографии жалина это дело такое и еще одна фоточка на знаменитой статуи в батуми колени но олицетворяющим героев произведения курмбана саида не напредставляет нуразийскую девушку а али недалеко на границе с турцией на горной реке расположена небольшая плотина эгэс по берегам между вышками натянуты высоковольтные провода на верхних проводах белок красно-белые шары для них страшно алкоголики несмотря на то что полиции они применялись еще с конца тридцатых годов прошлого века первый патент был получен лишь 1953 алкоголики шуточный слоган гласил что чем больше выпьет он тем меньше выпьет хулиган из-за проблем с алкоголем этого актера в восьмом сезоне сериала два с половиной человека сменилась тенкача актеров у которых нет проблем с алкоголем я его знаю уже о чарль чарли блин зачем вот у меня заклинило ладно все заклинило знаю вовсе блин это конечно похоже но не шин некоторые бары лондона например мунан де лото или джей джей мун получили название в честь идеального паба описанного этим писателем незадолго до смерти в 46 году чего я только а урал хорошо что не нажал сальники памятник петру первому на 17 площади благодаря поэме пушкина получил в народе название медный всадник на самом же деле он выполнен из этого металла бронза подстава этот журналист был болельщиком цска да и железного коня любил на котором и умер даренко да у этого всадника жеребец полученной проходимости о восьми ногах стоит ли удивляться если родил жеребца локи забеременевший от другого коня вот как жеребца зовут я знаю вот как жеребца зовут я знаю кто ж на нем ездит а ну кузов водин а водин камушка к ней ему на слепнире слепнир ага с недавних пор изображение всадника с мячом и щитом украшает футбольную и хоккейную форму этой европейской сборной а так называется дисциплина конного спорта в которой спортсмены выполняют будет конкурс программы состоящие из будет вольтижировка птичьей фамилии есть такой кандидат и ты его знаешь такого был предвыборный возник его избирательной ну это может быть лебедь в новой песне Бориса Гребенчакова «Вечерний мудозвон» слушатели оловьёв после того как Даниил Уткин забил победный гол Уралу статья на одном из сайтов называлась «Уткин спас их» он присутствует в названии европейской команды участника Лиги Чемпионов 2019 Герой одесских рассказов Исаака Бабеля Фроэн Грач по профессии является им его название произошло от слова означающего телевика «Радван» извините извлечь а бендюжник именно так зовут героя сыгранного в сериале Иваном Маховиковым который наружил с героем Маклакова Солдаты это? Кузьма Стыкова да, оттуда один вортов водой наполняем, другого в море удочкой таскаем водой бак и не знаю, бык, блин ну поправься не трешко бак-то правильно я сказал? нет все, минус-минус угу неужели никого нет идей? неужели никого нет идей? а, бачок, не бак, боже мой один живет в Австралии и селится в норе, второй бывает в армии и песнях у любы бомбат бомбат прекрасно один в кабинке душевой сгодится, другая виноделием гордится опять одну придумала да одной девичьей называем косой, другая ест зерно без спроса последняя одна есть столкновение рот, другая не работает на рот я тачка и стычка да, точно, наоборот круто второй раунд и вот его темы инициальная начинается, заканчивается снова перед тем, как свернуть на виноградную, Антонов прошелся абрикосовая улица к ним относятся мочевина, аммиачная селитра, кальевая селитра и еще целый ряд полезных для растений соединений в четырехтомную книжную серию девяносто первого года с таким названием входили, к примеру, «Семья Вардовака», «Миракула», «Изгоняющий дьявола», «Вей» «Антология», «Ужас», «Упырей» я думала по первоначальной задумке он должен был умереть в пятой книге «От укуса змеи Нагайны» как «Ар» шифровать да, да «Уизли», «Артур» это семейство, да? да, да кто-то может назвать им Конана О'Брайена или Джимми Фэлона хотя правильнее было бы развернуть эту логику на 180 градусов это устройство поможет вам, если вы хотите самостоятельно ознакомиться с музеем, выставкой или местностью самым распространенным из них является английский, также называемый он на повышение ау и на повышение в этой песне российская поп-группа сообщает, что девушки хотят купаться, улыбаться, целоваться аулики именно так в российской практике на него чаще передаются бухгалтерский учет, клининг и IT «Аудит» «Нет» «Да блин» «Аутсорс» «Аутсорс» «Именно так любители англицизмов назовут систему, которая по определению Рональда Азума совмещает виртуальное и реальное, взаимодействует в реальном времени, работает в 3D» «Аугументированная реальность, она же дополненная» «В 83-м году он заметно укоротил себя и практически уничтожил остров, на котором располагается» «Вархаммер 40 000 в эту империю входят 11 раз, хотя знающие азы греческого предположили бы, что 19» «Ау» «С 1964 по 1991 год этот город назывался Шевченко, в честь писателя находившегося здесь ссылки» «Атырау» «Как?» «Атырау» «Нет, здесь ссылки в середине позапрошлого» «Может быть, Актау» «Вот Актау, правильно» «Этот город находится на острове Нью-Провиденс и является не только туристическим центром, но и столицей государства» «Балерина в жизни, терминатор в кино», а еще эта американская актриса сыграла в культовом сериале «Светлячок» «Крыластые прохвосты, жмитесь в раю, ерочите перышки в испуганной тряске» «Я тебя, пропавшего ладаном, раскрою отсюда, до нее разился» «А, надо до нее сказать, блин, ну чего я жму-то раньше» «Но рифма простая, посмотрите» «Ой, сейчас, включите гладный верховый хвост, жмитесь в раю, ерочите перышки в испуганной тряске» «Я тебя, пропавшего ладаном, раскрою отсюда, до Аляски» «Подолжаем» «И я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду» «Все урокопии» «Колокорачился» «Я тут думала, должна продолжить» «Его мама в сердцах говорила, я тебя воспитывал, я из-за тебя ночей не спала, а ты, ты на электричке едешь» «Может быть» «Егофеев» «Еще раз не услышал» «Егофеев» «Я тебя полюбил, я тебя научу», сказал персонаж этого актера и объяснил роль КЦ в местной системе иерархии «Яковлев» «Нет» «Да как так» «Егофеев» «Не то чтобы много вариантов осталось» «Да там один вариант еще остался» «Ну пусть будет Леон» «Почему-то все Яковлева называются» «Да потому что он там добрый был, Леонов злой» «Сделай это, чтобы я тебя увидел», предлагал Феософ Сократ «Если верить, прописывай ему цитаты» «Что-то там такое» «Погумай» «Заговори, чтоб я тебя увидела» «Найти их для своего проекта помогают такие сервисы, как Inigo Google» «Инвесторы» «Деньги инвестора зачем, да» «Эти два качества своих служанок проверяли хозяйки домов, пряча монеты в различных труднодоступных местах» «Как это сформулировать?» «Короче, трудолюбие и то, что они не воруют» «За счет посмыслов, да» «Сервера легендарной хакерской поисковой системы AsteroVista ввиду удобства местного законодательства» «располагались в этой центральноевропейской стране с молниями в Нивне» «Сервера легендарной хакерской поисковой системы Ассоциации» «Вторяйте страницу с молниями в Нивне» «Вторяйте страницы с молниями в Нивне» Требуется точный ответ. По сюжету сериала 2018 года на его поиски отправились террор и аребус Суда Королевского флота Великобритании в 1845 году. Ну, еще целый раунд впереди. Опять песня Антонова, да? Да, да. Опять я. Ладно. Самолеты. Изначально крупнейший розовой самолет в мире Ан-225 «Мрия» был построен для транспортировки их от места производства и сборки к месту запуска. Ну, это для космоса, для космических аппаратов. Да. Именно таким специальным образованием должны были обладать первые стюардессы в 30-х годах. Да. Ну, они, наверное, должны были быть англоязычными. Ну, то есть лингвистическими. Нет, в 30-х годах. А, в медицинским. Вот это правильно. Такое прозвище получили от немцев летчицы, бомбившие их по ночам на учебных... Ночные ведьмы. Первым символом на военных самолетах США была она. Красная звезда. Первым его преподавателем в кроссе авиамоделирования был основоположник аэродинамики Николай Жуковский. На последнем кроссе института он был сочтен неблагонадежным. Ну, это Королев. Отчистен и взят под следствие. Позже его именем был назван Казанский авиационный институт. Есть еще парочка версий. Ну, он точно был неблагонадежный, но... Ну, это... Отведавши вина, как ликовали мы. Из грязи в небеса, о, как взлетали мы. Пора и чистится плоть, поснимали мы. Из праха мы пришли, вновь прахом стали мы. Перед вами классические рубы и этого персидского... Марха-ям. Это неофициальное название эстакады в Воронеже, полученное из-за затяжного периода ввода в эксплуатацию, совпадает по названию с одним из фильмов Дэвида Линча. В этом фильме впервые главные роли в кино сыграли Анатолий Попанов и Сергей Юрский. Ой, военный какой-то, да. Человек же неоткуда. Анастасия. В феврале 2018 года в Таиланде по обвинению в проведении незаконного секс-тренинга гуляет сто на десять человек, в том числе эта героиня скандала. Надя, Рыбка ее звали? Настя. Да, Настя. Рыбка. Быстро, да. В молодежном сленге появилось специальное слово, означающее красиво уйти из жизни. Каждый из вас может найти его на клавиатуре. Это называется эскейпница? Эскейпница. Ты же молодежь, точно. Своей совестью он успокаивал тем, что школа же никуда не уйдет же. Я только взглянул, послушаю и бегом в школу. Буратино. В одном из очерков поэт Бунин писал, что его хотели назвать этим именем, любителем лошадей Зереческого. Но няня взбунтовалась и заявила, что это не барское имя. Сейчас королей Франции. Ну пусть это Филипп, наверное. Ну да. Это имя до Пучкина было непопулярным. Однако комусь как... Татьяна. Нет. Однако русский арест... Татьяна? Нет. Даже русский арест... Сергей, выкинула. Да, да, да. А, ну понятно. Ну, кстати, про Татьяну такая же история ровно. Ровно. Оно было именем простолюдинок, да Евгения Негина. Исключительно. Слушайте меня? Да. Что-то выкинуло меня. Ждем, пока зайдешь. Сейчас. Если помнишь, у тебя еще несколько секунд есть. Ну, это уже очень. Жмите. Ну, чего вы жмите? Евгений. Я уже подсказывать начал, кому как не Евгений отвечать, а она взывает Эфиану. Да. При переводе на японский язык Тараса Бульбы для написания имен героев по японской традиции подобрали иероглифы, символизирующие характер. Так, он получил имя Андрей, извлекающий дешевую выгоду для себя. Да, Андрей. Футболист Дэвид Бэкхэм окрестил одного из сыновей именно так, в честь района Нью-Йорка, где тот был... Руклин. Руклин, да. Александр, стыдно. Это я знаю светской хроники исключительно. Этот собирательный образ среднего американца, на которого постоянно ссылались кандидаты и пресса, был использован в ходе избирательной кампании президентских, выбрал в США в 2008 году. Городок. Всего на планете шесть рек с этим одинаковым названием. В России она даже упоминается в названии города-миллионника. Они нажимают... Как? Не услышал. Да. Саня, ниняночка. Берега этой третьей по протяженности реки Европы находятся в разных частях света. Не услышал? Дунай. Дунай? Нет. Урал. Она третья. Ничего себе. Площадь этого американского города составляет около 600 квадратных километров, причем на суше расположена всего пятая часть. Посвятила ему одну из своих песен, и он по кармену упомянул, что здесь... О, франциско. Аж кармен стиль я точно должен был слушать. Усы. Моё детство. Это самая крупная река за Кавказью, упоминалась в ПММ-церии и протекает... Черек. Популярная пока что Ерсе. Через Турцию, Брозию и Азербайджан. Ну, там две вроде как, я не знаю как. На берегу вроде Арагбы и Курыжа. Кура. А Арагба, она не употребляется там? Ну, я думаю, есть только одна крупная река, самая крупная река. Ну, там просто... Там у меня есть две, поэтому я не нажал, ну, странно. Ну, как бы, вопрос-то не только в этом. Долгое время эта историческая столица Нормандии стояла только на правом месте. Орлеан, Орлеан, Орлеан. Так, на сегодняшний день полноправной частью города стал Левый берег. Остались Анастасии. Этой немки в фильме «Бесславные ублюдки» Квентин Тарантино перпочел ее соотечественницу Нарян Крюнгер. Почему Анастасия? Ой, ты блин. А зачем я жму? Придумай какую-нибудь. Не знаю. Нет, я что-то это... Окей, пас. Окей, угу. Блин. Или бланша. Нет. Там Анастасия должна... Анастасия тема, да. Я с чем-то другую. Анастасик Петлин. Да. Дочь богатыря Пахаря Анастасия Микулична была женой этого блинного богатыря. Илья Муровец. Не попал. А пусть будет Добранин Никитич. Да. Дочь православного священника из Рогатина Анастасию Лисовскую, попавшую в рабство татарам, весь мир знает под этим именем. Аксалана. И последний вопрос. У Акиры Курасавы ее роль сыграла... Анастасия Филипповна. Да. Спасибо за это. Всем поздравляем. Спасибо. А у вас еще минимум впереди. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Аксалана. Продолжение следует...